Сегодня у нас и праздник жатвы, день благодарения, потом будет помолвка, потом будет обручение, потом будет венчание, потом будет еврейская свадьба у нас, песня на русском, на английском и на еврейских языках, вот такая у нас веселая церковь, мы начали сегодня с шафаров, а я коротко буду делиться, и кратко ще споделям, то, что пока мы объехали пол света, много чего накопилось, хочется поделиться с церковью, это моя жатва личная, но это то, что я сегодня пожинаю, когда-то сеял, да, со слезами, сегодня жду с радостью, и днеска пожинувам с радостью, немножко расскажу, как нас встречали в Лос-Анджелесе, Ну, там нас встречала большая южнокорейская церковь, посрещена на ней голямая южнокорейская церковь, церковь Благодать, церковь Благодать, которая отправляет, я думаю, что тысячи миссионеров, там было десятки стран, откуда это была миссионерская конференция, перед нами, наверное, пронесли более 50 флагов, это все миссионеры, которые шли, 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 их пригласили в Лос-Анджелес, нас попросили приехать в таких болгарских национальных костюмах, и мы с Натальей шли в этих костюмах, с българским национальным флагом, потом так, там попросили, чтобы миссионеров разобрали по домам, и мы попали в одну корейскую семью, они приняли у себя дома, выселили сына из его комнаты, ну он подросток где-то, 13-14 лет, и нас с Наташей там поселили, ну кроватка такая маленькая, и на полу поселили такой надувной матрас, ну и сказали, что вы будете спать здесь, ну мы спали, я спал на маленькой кроватке, ноги свисали вниз до пола, вот Наталья спала на надувном матрасе, а потом, знаете, у корейцев есть такая национальная культурная традиция, ну в Корее, если человек, например, кореец, видишь, что навстречу идет кореец другой, и он видишь, что он старше его, то он должен ему поклониться, ну я, например, старше, я могу просто головой махнуть, а он младше, он должен в животах поклониться, ну и потом, вот кореец, который встречает, он был младше меня, он уже должен вот так поклониться, потом он узнает, что я миссионер, он должен уже вот так поклониться, потом ему сказали, что я муксаним, ну то есть пастор, то есть он уже должен так поклониться, и он уже не просто пастор, он региональный епископ, и он уже должен, он уже вот так поклониться, потом мы сидели у них дома и разговаривали про образование, я сказал, что я профессор, ну они как-то посмотрели с недоверием, а у меня как раз международные сертификаты лежали в моей сумке, а я достал и говорю, ну вот посмотрите, а там такой мощный международный сертификат, признание меня профессором, по заболевание на центральной нервной системе, он признан и в Америке, и в Корее, и хозяин дома так, ну сперва он что-то там, что-то вот говорит, ну что-то вот как-то вот, а потом да, я понимаю, что теперь он должен кланяться, но я так уже не наклонюсь, и то оказывает, что вечером не может да се поклонить толково низко, как то бы требовало, и короче нам на следующий день говорят так, чешет голову и говорит, вы знаете, мы немножко ошиблись, ну мы думали, что вы пометитесь в этой спальне, мы ждали маленького корейца, а приехал такой большой корейчуга, кориандр направо, вот и я, что типа, ну неудобно теперь нам, и говорит, мы для вас, короче, ну, сняли хороший отель, и казачи, той казачи, не им удобно, и резервирах один хотел за нас, там большая кровать такая, с гулям улегло, там можете кувыркаться туда и сюда, там може, мы заехали в этот отель, отель был просто невероятно шикарным, и този хотел беше невероятен, сервис на высочайшем каком-то уровне, обслужванието беше на высоко ниво, ну мы чувствовали себя там просто на седьмом небе, и там се усещахме като на седьмом небе, вот я понимаю, что я сегодня собираю какой-то жат в определенном, когда-то мы жили очень плохо, а теперь как-то вот со всех сторон, вот так, ну, миссионеров в Америке и в Южной Корее очень высоко почитают, вот центральные какие-то места, ну, самая была эпогеем для меня, это когда вышли вот эти шидесят, большой хор из шести мужчин, но най-невероятную за мен беш, гаду са и излязл один хор от шести меже, все корейцы, и всички бяха корейцы, и видно, что респектабельные такие, и са виждать, че са много уважавани хора, в таких белых смокингах, в белые костюми, с салами, такими бабочками, и вот первый корейец начинает петь оперным голосом, и кто-то стучит мне по плечу, вы знаете, кто это поет? Я говорю, кто это поет? Ну, говорит, они все миллионеры, вот весь хор это все миллионеры, ну, несколько человек из них миллиардеры, а все остальные это миллионеры, Ну, знаете, вот когда сидишь в зале, вот так гладясь по животу, вот после вкусного обеда, когда ты сидишь в зале, галишь, все по курям, много добра вечера, и слушаешь, как для тебя поют миллиардеры, и слушаешь, как за тебя пеют миллионеры, и миллиардеры, как-то становится вот так, ну, приятно, стало приятно, чувствуешь себя настоящим Божьим сыном, принцем, и чувствуешь себя, как ты истинский Божий сын, я знаю, что так будет не всегда, знаю, что может быть и такое, что я в один момент просто все потеряю, и это будет хорошо для меня, все потеряю целенаправленно, для того, чтобы получить окончательную жатву, за да получая край на житву. Где? Каде? Там, на небесах. Там, на небесах. Потому что здесь мы долго не задерживаемся. За что-то тут няма задолго. А вот там будем жить вечно. Там, что живем вечно. И вот там я хочу накопить, действительно. И там искам вечно, да натрупам житву. Поэтому пусть Бог нас всех благословит. И не ка бог всички да не благословит. Сегодня у нас прекрасный праздник. Несимый прекрасный праздник. Много праздников. Много праздников. Вот так мы вместили. Поэтому у кого сегодня заготовлены какие-то благодарности, свидетельства, песни, стихи, то да благословит вас Господь. Мы начинаем. Давайте мы воздадим славу нашему Господу. Слава наше Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Дорогая церковь, давайте мы поднимемся. Приготовим наши сердца. И сейчас в единстве Духа вознесем.